Как привить вишню, чтобы хорошо приживляемость была? Для этого нужен, конечно, хороший секатор. Я пользуюсь итальянским секатором 2 буйвола. Он очень хороший секатор. Поэтому отрезаем в нужном месте веточку. Затем берем заранее заготовленный черенок. В частности, у нас черенок канадской вишни. Она морозостойкая, имеет интересную особенность. Созревание у него длится продолжительно. Главный фокус в том, что нужно отрезать примерно со спичный коробок или 3 пальца черенок, чтобы он был длинный. Прививаю я приклад копулировкой без язычка, чтобы не травмировать ткани. Отрезаем до сердцевины. Немножко здесь сделаем и кончик утончаем, чтобы он был тонкий. Краешек я подрезаю засохший. Затем такую же манипуляцию проводим на вишне. У нас вишня-шпанка. Измеряем, чтобы было такое же расстояние. И делаем такой же срез. Длинный-длинный. Здесь тоже удаляем, чтобы было. Затем примеряем, чтобы было одинаково. И затем я укорачиваю на две почки. Оставляем только две почки. Затем беру изоленту полихлор-виниловую, белую. Прикладываем к поверхности, чтобы совместилось у нас. Чтобы они стали как одна веточка, что ли? Были единое целое. И аккуратненько начинаем заматывать снизу вверх. Пленка очень хорошая. Изолента. Она мягкая, нежная. Не травмирует. Заматываем снизу вверх. Изолента липкой стороной наружу, чтобы не травмировать ткань. Затем, главное, одеваем обязательно сверху мешочек. А зачем этот пакетик нужен? Он же такой некрасивый. На солнце не было резкого высыхания черенка. Пока он не прижился, он может высохнуть. А под пакетиком создается микроклимат влажный. Можно захватить часть зеленого листочка, который будет давать влагу конденсат. Затем аккуратненько обматываем и завязываем. Через две недели пакетик снимаем, когда появятся набухшие распустившиеся почки. Таким образом, прививать процентов 90 прививается. Хорошо. А что еще ты умеешь прививать делать? Мы все прививаем. Делаем деревья разной комбинации. Абрикосы прививаем. Вот там прививочки видны. Вот это пакетик априкос. Это черешня из Белгорода. Она посажена была 4 года назад косточкой и уже цветет. Но в этом году у нас были заморозки. И ягодок, наверное, будет мало. Так что все прививаем, все делаем. Спасибо. Пока-пока.